Мужчина сначала развивается как мужчина, то есть он должен дать сильным, аскетичным, то есть давайте качество мужчины перечислим, храбрость, стойкость, терпение, выносливость, способность различать, способность действовать там, где ничего неизвестно. У женщин нет этого качества, она не может действовать там, где неизвестно. Она очень сильно и опытно действует там, где всё известно. Мужчине неинтересно действовать там, где всё известно. Мужчине интересно действовать там, где неизвестно, а женщине страшно. Потому что у мужчины и женщины есть два основных недостатка. У женщины главный недостаток — это страх. У любой женщины страх — главный недостаток. А у любого мужчины главный недостаток — это чувство неполноценности, чувство, что я несовершенен. главный недостаток мужчины главный недостаток мужчине движет его к совершенству а главный недостаток женщины сдерживает ее от деятельности серии неизвестного и таким образом дает ей возможность стать искусной там где она должна быть искусной усвоили эти вещи все теперь слушайте дальше когда мужчина развивать себе мужские качества то это приводит постепенно его к способности и возможности внутренней стать семейным человеком потому что стать семейным человеком означает взять нож и все только лишь это но если мужчина женился но не взял ношу тогда женщина не может в него верить но если женщина поклоняется богу и верить такого мужчину то он возьмет ношу понимаете до отношений между мужчиной женщин вот такие